Ну вот и все. Рульки готовы. Остудил. Далее вынул из вакуумных пакетов. Протер полотенцами бумажными. Сейчас две рульки вакуумирую и убираю в холодильник. Одну вакуумировать не буду. Но тоже уберу в холодильник. Пускай в холодильнике они застынут. И буду уже дегустировать. На вид все очень красиво. Ароматно. Чудесно. Всем добра. Сегодня начинаю готовить свиные рульки. Для начала нужно их засолить. Солить буду в тузлуке. То есть вода плюс нитритная соль. Для этого нужно знать общий вес рулик. В моем варианте хорошо. На каждой рульке вес написан. Получается общий вес 6 312 грамм. И нужно знать вес воды. Потому что соль кладется 2,5% на общий вес. Общий вес это вес рульки и вес воды. Таким образом сейчас рульку достаю из пакетов. Промываю под водой тщательно. Укладываю в контейнер. И заливаю воду. Воду заливаю мерными стаканами. Ну дабы знать какой вес. Далее отмеряю нитритную соль. 2,5 грамма размешиваю в воде. Кладу рульки в тузлук. Закрываю контейнер крышкой. И ставлю на нижнюю полку холодильника на 7 суток. Ну а далее уже буду готовить сувиди. Коптить. Ну все буду показывать подробно. Как всегда. Все рульки помыл. Теперь заливаю водой чрезмерный стакан. Водой промывал холодной. И заливаю водой тоже холодной. Мне нужно знать сколько воды. Вот 2 литра. Так, еще. Еще 2 литра. Надо чтобы рульки хотя бы на сантиметр сверху были закрыты водой. Так, еще 2 литра наливаем. Еще 2 литра. Наверное этого хватит, да? Да нет, чуть-чуть маловато. Так, 6 это было литров, да? Так, еще 1 литр. Вот, 7 литров, нормально. Я их еще чуть-чуть, ну, вложу, так, прижму, чтобы они не всплывали. 7 литров воды. Прибавляю 6300. Это у нас получается... Так, 6 плюс 7, 13. 13300. Общий вес. 2,5% нитритной соли от общего веса. Взвесил соль. 333 грамма. Так, соль у меня... Вот такая покупаю на Валбересе. Сейчас покажу контур-этикетку. Содержание нитрита натрия 0,6%. Так, все, смотрите, вот отсюда, вот отсюда, из контейнера я отлил воды в кружку. Сейчас высыпаю соль. Растворяю ее здесь и вливаю в контейнер. Все готово. Соль растворил, вылил в контейнер. Хотел какой-нибудь гнет сюда поставить, а он здесь и не нужен. Рульки и так все под водой утонули хорошо. Все, контейнер закрываю крышкой. И на нижнюю полку в холодильник на 7 суток. Ну, не знаю, раз в день можно контейнер доставать и так рульки пошевелить там. Хотя, в принципе, даже этого делать и не обязательно. Итак, рульки солились 10 суток. Пришло время ими заниматься дальше. Сейчас я достаю их из рассола. Вон у меня стоят бумажные полотенца. Достаю из рассола бумажными полотенцами. Их хорошенько протираю. И вешаю их сушить, в общем, провяливать под вентилятор. Нужно, чтобы они были сухие. Вот сейчас получается, что без 20.11 это уже вечер у нас. Как раз на ночь под вентилятор повешу. И с утра они уже будут готовы для того, чтобы их коптить холодным дымом. Закопчу. А далее буду уже готовить в сувиде. Так. Ну, сейчас все. Сливаю рассол. Вытираю салфетками. И под вентилятор. Потом покажу, какой вентилятор у меня. Способов вообще несколько. Можно сначала в сувиде приготовить. Потом закоптить холодным дымом, горячим дымом. Можно делать по-разному. Но вот сегодня у меня такой способ. Сначала буду коптить. Потом готовить в сувиде. Вот таким нехитрым образом повесил рульки на крючки. Это внизу он положил крышку. Ну, чтобы если будет капать, чтобы не на пол. И вот он вентиляторик. Отлично он работает. Прекрасно обдувает. Ну, сейчас сколько? Ну, часов пять. Они повисят вот таким образом. И все. Будет замечательно. Вентилятор на второй скорости работает. Вот такая красота. Так, смотрите. Время почти 9 утра. Здесь у меня все еще вялится, сушится. Но я вентилятор выключал в 3 часа ночи. И включил его обратно в 7 часов утра. Чтобы еще повялилось. Все отлично. Мясо сухое. Липкое. Такое вот слегка. Так и должно быть. Все великолепно. Теперь можно отключать вентилятор и идти коптить. Ну вот, пришел я в гараж. Запустил уже коптильню. Копчу на смеси щепы. Получается яблоко, груша и... Как она? Абрикос. В общем, фруктовая щепа. Все, уже пошел дымок. Сейчас посмотрим. Вот он, пошел дымок. Все хорошо. Копчуха пошла. 5 часов. Обычно я копчу. Ну а сам... А сам сейчас параллельно буду заниматься гаражными делами. Копчение завершаю. Прошло немного более 5 часов. Вот смотрите, какая красота получилась. Обалденно. Все, выключаю. Иду домой и ставлю готовить сувиди. Сувиди буду готовить, я как уже говорил, 12 часов при температуре 70 градусов. Пришел домой, рульки положил в вакуумные пакеты и сейчас буду их вакуумировать. Ну а далее уже готовить сувиди. Как же? Да. Спасибо. Спасибо. А-а-а. Продолжение следует... Прибор запустил. Налил воды. Положил рульки. Температура воды в данный момент 37,8. Идёт нагрев, циркуляция. Ну и как вы видите, установил таймер на 12 часов 70 градусов. Всё. Через 12 часов, когда 70 градусов будет, включится таймер. Через 12 часов отключится. И нужно будет эту рульку продушевать. То есть максимально быстро охладить. Ну я это делаю под холодной водой. Просто. Самый быстрый способ охлаждения. Всё. Вот сейчас время 20 минут 8 вечера. Ну, до утра всё у нас будет готовиться. Ну вот и всё. Рульки готовы. Остудил. Далее вынул из вакуумных пакетов. Протёр полотенцами бумажными. Сейчас две рульки вакуумирую. Убираю в холодильник. Одну вакуумировать не буду. Но тоже уберу в холодильник. Пускай в холодильнике они застынут. И буду уже дегустировать. На вид всё очень красиво. Ароматно. Чудесно. Ребята. Пришло моё самое любимое время. Это время дегустации. Вы посмотрите на эту красоту. Это просто обалденно. Как красиво. Аромат просто сказочный. У меня слюни, как у бешеной собаки. Так. Ну что ж. Надо пробовать. Взял специальный филейничек. Чтобы потоньше. Ну что ты там. Какой срез. Плотная такая. Какой срез получился. Это просто бомба. Вы посмотрите. Какой срез. Как это выглядит всё. Шкурка мягкая. Мясо не сухое. Мясо сочное. По соли. Не убавить, не прибавить. Идеально. Ммм. И по копчению прям то, что надо. Ну не первый раз делаю. Сказать, что это вкусно. Не сказать ничего. Мясо не рыхлое. Такое вот плотное. Ммм. Класс. Очень красиво. И очень вкусно. Хоть с картошечкой, хоть как. Хоть просто так. Ммм. Время, потраченное на приготовление, того стоит. Во. Такого в магазине не купишь. Очень вкусно. Ребята, от души всем советую. Готовьте вот такую вкуснятину. Это очень вкусно. Всем пока. И до новых встреч, друзья. Тихо. Продолжение следует...